Наука в СМИ Наука в СМИ Сейчас я его даже открою вам Вот этот сайт Элементы.ру Он существует уже очень давно Получал национальную премию Рунет Если я ничего не путаю Несколько раз Там есть очень много разного Там научные блоги Ссылки всякие хорошие, большие Полноценные Исчерпывающие новости науки Их не так много, но они такие Масштабные Если кто хочет К примеру, если Вот вы будете Когда-то писать о науке Постоянно И вам захочет написать что-то Про Нобелевскую премию Которую в октябре присудят И если у вас нет спешки Вы дождитесь, пока напишут здесь Посмотрят, здесь все будет понятно И исчерпывающе Вот Тут есть какое-то количество Даже моих статей, наверное Немножко Для любого ученого Научного журналиста Написать на элементы Это такой вот Уже высший пилотаж То есть, если ты написал на элементы И эта статья пошла и принято Это уже очень круто Вот И здесь есть такой вот маленький раздел Вот называется Наука в Рунете Вот я сейчас на него кликну Да? Бум И он где-то должен открыться Вот Там очень много ссылок И там, конечно, все вперемешку Потому что там и Вот Там 7 тысяч ссылок Здесь есть и Научные Блоги И блоги ученых И более-менее вменяемые СМИ По счастью Точнее, к несчастью, на самом деле Вменяемых СМИ в Рунете Которые хорошо и регулярно пишут науке Особенно в общем Диапазоне То есть, никакой не направленной Биологической или физической Или какие-то еще Их немного Раньше Как ни странно Было хотя бы одно новостное агентство Которое вменяемо писало О науке Трия Новости В котором работал я Ферапонтов Который у вас уже рассказывал Но я сегодня с утра Точнее, вчера Вчера увидел Сегодня прочитал Новость Которую Трия Новости Классическая научная новость Трия Новости сегодня Что там какие-то Петербургские ученые Достигли прорыва В лечении Или в понимании Болезни Альцгеймера То есть, когда это уже написано Сразу понятно, что ничего не произошло Потому что До прорыва там еще Очень-очень далеко Мы до сих пор не понимаем Что это такое А уж когда там Есть хорошая фраза Когда ученые говорят, что Ну, когда в СМИ пишут Что ученые в очередной раз Вылечили Альцгеймера Это очень хорошо для больных Альцгеймером мышек Мышек лечим очень хорошо А вот с людьми Гораздо хуже Так вот И там, во-первых Вот классика Плохо написана На научной новости Есть стата От ученого Конечно, это все есть Но Нету Кроме То есть, есть вуз Откуда он есть Нету ни указания На статью Которая вышла Может, она вообще не вышла А просто ученый что-то сказал Нет ни ссылки на статью Есть грубые Фактические ошибки Ну, к примеру В том случае Что там сказано Что исследования проводились На мышах Зараженных болезнью Альцгеймера Мышах, которые заразили Болезнью Альцгеймера Я себе представляю Это заразная болезнью Альцгеймера Очевидно Она заразила Сотрудников РИА Новости Так вот Агентств Новостных сейчас Научных хороших нет в России К сожалению С научным багрантом Из Вменяемых Сайтов Которые пишут о науке Это Я не буду открывать Это отдел науки Газета.ру Во главе с Колей под Ровнюком Это отдел науки Ленты.ру В регулярных Наверное больше нет Это Недавно созданный На деньги Руна Кэпитал Портал Н плюс 1 Они пишут неплохо Хорошо исчерпывающе Но опять же В прошлом году Появилось два новых портала Очень хороших Н плюс 1 И портал Чердак Портал чердак Который сделан на деньги Тартас Точнее он сделан на деньги Миноборнауки Который Заплатил Тартас Тартас Собрал команду Которые Они сделали портал чердак Чердак Отмирает открыт И плюсами открыты Вот плюсы Н плюс 1 Вот так выглядит их сейчас Первая страничка Да А вот Чердак Что плохо И там И там Они Совершенно Несистематичны То есть Они могут Написать Как Новость О какой-то Вообще Ни о чем И пропустить Достаточно важное То есть У них нет Человека Который Следил бы За полноценностью Освещения Ну то есть Конечно Сенсацию Они пропустят Но какой-то Хороший Добротный Результат В космосе Или В биологии Или в археологии Они могут пропустить И в Миноборнах Написать Какую-то фигню И у них Случаются Ошибки Вот там Мелкие Научные ошибки Я вот регулярно Поскольку Вот на нашем Портале Наверных Мы иногда берем Для ускорения Ну видим Что уже Ребята написали Мы используем Их статью Как базовую Естественно Открываем Первоисточник Все такое Мы просто смотрим Чтобы не Тратить время На перевод Суть статьи Я вижу Ага Вот здесь Перепутали Ээээээ Ихэээээ и хэээмээээ Бывает Но тем не менее ИН плюс 1 И чердак Очень достойные ресурсы Что еще Есть у нас В Рунете Про троицкий вариант Я говорил У него есть Тоже ссоединении Страничков Сети И что плохо в турецком варианте, да, вот видите, первая полоса, новый номер, раз, два, три, четыре, пять, шесть материалов на первой полосе, к научной журналистике имеет отношение только вот этот, последний. И то он не авторский, потому что это расшифровка телепередачи Гамбургский счет. Все остальное это не про науку, не про научное знание, это все про ученых, про скандалы с диссертациями, про руководство Российской Академии Наук, про все остальное. Это вот как раз ученые изнасиловывали журналисты. Это вот оно. Что еще имеет смысл читать в интернете на русском языке? Ну, опять я говорю, там есть 7 тысяч ссылок, все их имеет смысл читать на самом деле. Ну, дальше кому что? Есть еще один портал, который нельзя назвать СМИ, потому что он не новостной, совсем не новостной, ну, или почти не новостной. Но, который обязан тщательно изучать, смотреть и все обновления просматривать, потому что там видео в основном, ну, тексты, разумеется, есть. Каждый научный журналист. Вот. Это портал Постнаука. Не зря они получили премию за верность в науке. А? Вот он. Чем он хорош? Тем, что там наука вроде бы популярна, но она, тем не менее, от первого лица. То есть, и я всегда использую эти вот, этот вот портал, когда мне нужно подготовиться к какому-то важному мероприятию, куда я еду. Если я еду на конференцию по генетике, я соберу все, что там есть по генетике, по информатике, посмотрю. Чтобы просто понимать, в чем сейчас суть, чем сейчас занимаются ученые, чтобы понимать терминологию. Там, если я поеду, буду, там, вот, когда я начал заниматься писать про нейронауки, мне пришлось погружаться в это очень серьезно. И там, условно говоря, со строением мозга, с биохимией, у меня все более-менее нормально на базовом уровне. Я понимаю, что это такое. Я понимаю, как устроен мозг, это уже, ну, просто давно про это писал. А вот с отдельно стоящей вещью, как deep learning, ну, машинное обучение, глубокое обучение, нейронные сети, я не понял вообще ничего. Поэтому я скачал все, что там есть Миша Бурцева, и посмотрел. И после этого я мог уже с ним общаться нормально, на равных. Ну, естественно, конечно, не только это посмотрел, я еще почитал много чего другого. Вот. В принципе, вот это базовый набор, только вот то, что я вам показал, элементы, чердак, N+, лента, газета и постнаука, это базовый набор того, с чего должен начинаться каждый день, начаться и заканчиваться каждый день научного журналиста. Я каждый день отсмотрел все, что там пишется. Просто, чтобы быть в курсе того, что в моей профессии есть, того, что происходит в науке. Но, разумеется, большинство этих материалов, ну, не считая постнауки, большинство всех остальных вещей – это переводные. Они откуда-то берут свои новости. Если вы владеете английским, а вам придется им владеть, то гораздо очень просто смотреть, что происходит в мире науки, потому что замечательные гаврики из зарубежных стран придумали такую вещь, как агрегаторы научных новостей. Это те сайты, которые собирают, втягивают в себя научные новости, и вы можете посмотреть все, что происходит, то, что сейчас вышло. То есть оттуда им автоматически приходят пересрелизы из университетов, там какие-то, они сами что-то пишут. Два основных источника – это физ.орг. Вот так вот пишутся, по-моему, если я ничего не путаю. Открываться будем? О, физ.орг. Вот, пожалуйста, основная научная картина мира на, ну, после сегодняшней ночи, скажем так. Вот. И еще один очень важный ресурс, с которого все мировые СМИ берут новости, не только наши. Поэтому мы все сами, когда пишем свои релизы, стараемся их туда переправить. Это Euricolored. По-моему, орг. Не ошибся, я. Не ошибся. Такая же фигня. Есть еще два ресурса, которые тоже, в общем-то, почти такие же, но иногда у них есть, но это чуть больше авторские СМИ. Это, если я ничего не путаю, называется New Scientist. Плохо, когда есть закладки, потому что уже забываешь, как пишется. Может быть так. Не открывается, но, возможно, просто здесь что-то просто не дает мне. В общем, есть портал New Scientist, и есть портал, ну, что, откроется? Да. Вот это New Scientist, а реклама, наверное, нужна. Извините. Вот New Scientist, та же самая история. Тоже общий научный дейс-журнал и ежедневный выпуск. И портал Science Daily. По-моему, Ком тоже. Точно. Вот это основные новостные такие порталы, которые есть в зарубежье. Дальше уже каждый смотрит, дальше уже нужно из них выходить на блоги научные, их очень много и в зарубежье у нас, и смотреть, что кому интересно. Есть еще три ресурса, которые, опять же, обязательно для каждого научного журналиста, если он научный журналист широкого профиля. Попробуйте указать хотя бы одну организацию, которую он представляет. Ну, я про это еще не говорил. Они специализированы, но они, опять же, must have каждому человеку, который пишет о науке. Нас-то может. Правильно. Национальная космическая администрация НАСА. НАСА. ГОВ. Это первый ресурс. То есть, все, что касается американских миссий в космос, это здесь. Вот зануда, а. Вот, как раз ночью полетел Союз, вот уже и фотографии лежат. Вот. При этом на сайте НАСА есть все миссии, которые сейчас летят. И вот отсюда можно переходить уже на сайт конкретных миссий, которые сейчас работают в космосе, и там уже дальше с ними работать. Например, вот уже больше 10 лет работает миссия Кассини вокруг Сатурна. Там уже больше 300 тысяч прекрасных снимков, то, чем мы кормимся, да, ну, помимо науки, да. Вот можно зайти, вот здесь, Missions. И вот, All Missions at A to Z. И там уже выбрать нужную миссию. Там есть действующие миссии, завершенные миссии, будущие миссии. И потом выйти на сайт Кассини. Вот сайт Кассини уже будет не на сайте НАСА, а на сайте лаборатории реактивного движения. Вот в НАСА есть огромная лаборатория, которая называется GPL, Jet Propulsion Laboratory. Изначально она занималась изучением реактивного движения, но после этого там уже почти все космические миссии базируются там. Ну, их сайты, по крайней мере, и делаются они там. Вот второй сайт, о котором я говорил, это сайт европейского космического агентства. ESA.int. Этот сайт будет гораздо более популярен совсем скоро, начиная с сентября. Он будет очень популярен, потому что с сентября на нем будут основные новости от миссии ExoMars, которая вот сейчас полетела. Сейчас у нас в основном арсианские новости идут с НАСА сайта, потому что там и марсоход Curiosity, и Mars Reconnaissance Orbiter. Здесь одна миссия до сих пор работает, европейская, называется Mars Express, и здесь есть ее сайт. Но, тем не менее, вот здесь будет самая. И самый интересный сайт для астрономов, которые занимаются далекими, ну, то есть не планетами, а более дальними, это сайт Южной Европейской обсерватории. Про него я вчера немножко рассказывал, вклинившись в выступление Аркадия, от ESO.org. Вот он. И вот видите, сайт доступен, на скольких языках он доступен сайту. Есть, и это еще не все на самом деле, здесь на самом деле есть и русский. Как ни странно. И вот, тут всего хватает, да, вот. Некоторые странички, конечно, они существуют только на английском языке, но уж извините. Тем не менее. И вот сейчас попробуем показать вам, как выглядит их традиционный релиз, если вы будете заниматься. Ну, вот сейчас у них была новость какая-то сейчас, сейчас, сейчас. Ну, допустим, окей, вот научный релиз. Вот, смотрите, вот релиз сам по себе, да. Дальше, примечания к нему, дальше какие-то узнать больше, что можно еще узнать про эту самую. Ссылки про научную статью, контакты обязательно, кому звонить, кому писать. Если вы позвоните, причем этот человек не будет там, представьтесь, как-нибудь газеты Казанский университет, он все равно вас выслушает и ответит на все ваши вопросы. Не пошлет ни разу. А вот картинки, да, вот, вот картинка, изображение. Вот, если вам нужно это изображение, вот взять это, да, вот. И вот, выбирайте полный размер, большой, маленький. Вот. Все, все для вас. Чтобы просто лишнего движения не сделали. Чтобы вы как можно быстрее взяли это и опубликовали у себя. То, что я вам сейчас рассказал, это такие вот широконаправленные сайты. Есть еще более-менее сайты узкой тематики. Я тут, конечно, больше специалист по своим вещам. Да, то есть у нас в России научно-популярных сайтов узких немного. Есть хороший сайт по математике, например. Я вот не помню, как он пишется, но он называется «Математические этюды» Николая Андреева из Стеклова. Запишите там, действительно просто интересно. Он не новостной, а популярный, хороший. Есть замечательный сайт, сделанный энтузиастом своего дела из Института биоорганической химии Антоши Чугуновым. Антон Чугунов такой замечательный человек есть. Он называется «Биомолекула». Может быть, все кто-то слышал. Кстати, с 1 апреля, то есть каждый год этот сайт проводит конкурс «Биомолтекст». Люди пишут очень популярные статьи на этот сайт. И там примерно полгода конкурс длится, потом мы подводим итоги и публикуем. Там серьезные призы, где-то тысяч по 30 за первое место в каждой номинации. И плюсом ценные призы. Вот в этом году от нашего портала будет приз ценный. И мы все темы, которые будут на нейронауке, которые будем публиковать. Сайт называется «Биомолекула.ру». Если вам тема «Наука живом» близка, то это, конечно, ваша страничка. Откроете сейчас, наверное. Что еще? О, вот он. И здесь очень много разных рубрик. А лично моя, здесь рубрика, которая называется «Личность». Здесь почти все статьи в этой рубрике написаны либо мной, либо моими учениками. Вот они все это делают. Разумеется, я могу вам посоветовать портал по нейронаукам, который мы делаем. Вот такой вот портальчик нейронауки. Вот это вот мы уже сегодня напубликовали. Это вчера. Как ни странно, нет хороших популярных ресурсов по астрономии. Вот таких вот с новостными вещами, так вот российских, нету. Сделать некому. Поэтому, если у вас есть желание, можете попробовать. Не профессиональные, но очень популярные. А так нет, профессиональных достаточно много. Там и астронет, и все такое. Вот. Это наука в интернете. Если мы говорим про бумагу, про бумажные СМИ, то тут все еще гораздо проще, потому что бумажных, ну, то есть в газетах науки хорошей нет, ну, кроме троицкого варианта, условно говоря. А журналы, я не говорю про газеты и журналы, которые сдаются в университетах. Это корпоративные СМИ, это отдельная тема разговора. На этой школе она не освещается. Но, тем более, корпоративных СМИ у нас хороших почти нет сейчас еще. Мы сейчас начинаем создавать вот эту вот, не школу, а культуру корпоративных СМИ в научных университетах. А журналов хороших, которые пишут о науке, специализированных или более-менее широко, их тоже очень много. Это с советских времен осталось «Химия и жизнь», «Наука и жизнь». Кстати, у «Науки и жизнь» сайт лучше, чем сам журнал. И это объяснимо, потому что на сайт пишут научные журналисты, а в журнал пишут ученые. И это ад. Потому что ученые пишут тем же языком, как пишут в своей научной статье. Данный предмет является бла-бла-бла и все такое. Они пытаются от этого отходить, но у них там главный редактор, он такой вот. Есть интересный журнал, который называется «Природа». Журнал был создан еще в 2013 году. Это журнал президиума Российской академии наук. И он, в общем-то, представляет собой популяризацию для академиков. То есть одни рассказывают другим. Но там тоже идея, что должны писать ученые. Ученые пишут адски. Я в свое время редактировал для них пару статей. Мне дали редактировать статью какого-то абхазского ботаника, академика-ботаника. И он пишет вот с таким акцентом, как и говорит. Вот да. Этот ботанический сад, он был где-то то ли в Корее, то ли в Японии. Про ботанические сады, а, Китай. Ботанические сады Китайской академии наук. В Гуанчжо он был. Химия, жизнь, наука и жизнь, природа. Вокруг света остался с тех пор и сейчас более-менее живой. Хороший журнал. До сих пор там есть вменяемые статьи. И мы туда тоже иногда пишем. Совсем научно-популярных журналов у нас в стране, вот только научно-популярных, их получается два. Более-менее старый, популярная механика. Там наоборот, там журнал гораздо лучше сайта, потому что на сайте пишут фрилансеры, их не хватает и не хватает на них денег. Может быть, сейчас ситуация изменится. Я стараюсь писать в каждом номере популярной механики, я имею в виду в бумагу. И, разумеется, уникальный эксперимент по созданию совершенно нового научно-популярного издания по журналу в нашей стране «Кота Шрёдингера». Интересно, смогут ли они выйти на прибыль, потому что это очень затратное дело издавать журнал. Может, получится. Кот Шрёдингера. Оно, к сожалению, распространяется в основном только в Москве и в Питере. Ну, я говорю про массовое распространение. Далеко не в каждом киоске Казани наверняка его можно купить. Но, тем не менее, выходит, там очень хорошие статьи все, и его нужно читать. Ну, естественно, нельзя не упомянуть журнал «Русский репортер», люди, из которого здесь были и будут. У вас Ольда Броведова была здесь? Доброведова была же? Ольда Броведова, а? Андреева будет. И Андреева будет. «Русский репортер». Но этот журнал, он сам по себе хорош. Наука в нем была очень хороша во время бытия. А в нем Григория Тарасевича и Константинова. По-моему, Андрееву остался еще в русском репортере. Но он и там, и там, и в Котее, и в этом самом. Он тоже очень неплохая наука. В общем-то, все, что у нас есть по СМИ в науке. Поэтому, что это на самом деле означает? Это означает две вещи. Во-первых, у нас, в принципе, с научными и популярными СМИ гораздо лучше сейчас, чем было 10 лет назад. Я перед вами сейчас один из тех людей, которые начали создавать очень популярные СМИ в Рунете. Я с моим коллегами Сергеем Ивашко создали первый отдел науки в интернет-СМИ. Вот в газете РУ тогда еще. Это был 2005-2006 год турбеж. С другой стороны, есть огромное количество ниш. Огромное количество вещей, которые никто еще не сделал. С одной стороны. С другой стороны, каждый из вас может создать свое СМИ. Ну, не бумажное. Если делать бумажное СМИ, его сложнее сделать, потому что нужно издатель, нужно сразу привлечь кучу денег. И все такое. Для интернет-СМИ этого не нужно. Для интернет-СМИ нормальный сайт, хороший домен, но это копейки стоит. Каждый из вас может это сделать даже за свои деньги, в принципе. Я сам удивился, что опыт показывает. Вот портал на вертехнологии, да, вот его нарисовали так красиво ребята из Калининграда. И все. Они потом будут, они зарезервированы, но чтобы они там вышли из министерства, попали к нам, пройдя через кучу-кучу уровней, там может пройти еще год. Этот портал делает командой из шести энтузиастов, из которых профессионалов полтора человека. То есть профессиональных научных журналистов. Поэтому... А мы выпускаем пять материалов в день. Поэтому все в ваших руках. Во-первых, я говорю, нет сайта по астрономии хорошего. Биомолекулу тоже, как бы сейчас, с одной стороны, Антон сделал достаточно давно, сейчас сайт раскрутился и приносит даже какие-то деньги. Антон может платить своим авторам гонорары, более-менее небольшие. И сейчас ему уже приносят деньги те компании, которые работают в этой области, чтобы они делали спецпроекты по каким-то там вещам. По старению был проект, будет проект по этому самому, по генотипированию. Ну, такие вещи, которые уже приносят деньги. Сейчас, как вы знаете, наверное, в стране принята так называемая национально-технологическая инициатива. Точнее, их 11. Это рынки после завтрашнего времени. То есть технологии 2035 года, условно говоря. Одна из них – нейротехнологии. Мы сделали это под рынок нейронет. Мы не в нем, но мы как бы участвуем информационно в этом всем. Есть другие, есть HealthNet, есть MedNet, есть FoodNet, Маринет, то есть транспортные. Куча всего есть, под которые будут давать деньги. РВК будет... В прошлом году был конкурс Tech and Media, технологических СМИ. В этом году этот конкурс будет полностью заточен на создании СМИ, посвященных тематике национально-технологической инициативы. И ребята, когда узнали, что он госидален, говорит, вот вы опередили наш конкурс. Теперь мы понимаем, кому давать. Ну, что-то вам, конечно, дадим, а деньги, в смысле, под это дело. Поэтому реально можно сделать очень хорошо СМИ самому. Если мы будем с вами говорить... Сейчас, секундочку, гляну, что у нас по времени. Я вас не сильно задержала. Прекрасно. Теперь смотрите. Это из того, что есть в СМИ. Как это туда попадает, мы уже говорили там, каждый из нас, кто перед вами говорил о том, как попадает из науки в СМИ. Правильный путь попадания, да, это ученый, пресс-служба, агрегатор пресс-релизов, журналист, потом какая-то обратная связь с ученым, и дальше статья. Любой из этих элементов может быть выкинут. Инициатива может исходить как от ученого, так от журналиста. И у нас, к сожалению, пока что все поломано, это все поломаны связи, их не очень много. Вот пресс-службы, Аркаша Коварюст, не очень много хороших есть. Он еще не упомянул, то есть есть ИБХ, есть МФТИ, хорошая пресс-служба. Я не буду ничего говорить о пресс-службе Казанского федерального университета. Не знаю, как у вас она работает, но вроде бы работает хоть как-то. В 2015 год материала упоминания по казанским ученым по среднему данному было 18 тысяч упоминаний. А упоминания науки? Это научно-связь. Не-не-не-не. Есть упоминания ученых, да? Как мониторилась? Нет, не-не-не-не. А? По упоминаниям, хорошо так скажешь, по упоминаниям Казанского федерального университета. Это вот нет, это вот упоминания. Понимаешь, тут в общем проблема, да? Оцениваются упоминания, то есть не так давно было исследование по университетам, да? Как они выглядят в СМИ? То есть учитывается в 5, все обычно только сколько упоминаний, и все, скопом считается, да? Но извините, студент КФУ, изнасиловал студентку КФУ, это тоже новость с упоминанием Казанского федерального университета в СМИ. И она тоже учитывается. Хорошо, тогда я тебе скажу, что эти 18 тысяч с негативной информацией хорошо. Прекрасно, замечательно. Ректор КФУ приехал в дом престарелых со специальным дружеским визитом. Это прекрасная новость, позитивная информация, но это не про науку. Еще раз скажу. Вы сделаете ежедневно, нет, не ежедневно, два раза в неделю делаете рассылка по региональным федеральным СМИ только с научными связями. Вот это правильно. Вот это вот уже хорошо. Вы не рассылаете, но вы не рассылаете, когда ректор приезжает. Я понимаю, вы не московский университет. Это московский университет так себя ведет. Вот у него пресс-служба МГУ обслуживает только ректора. Есть такая организация, но это ФАНО, Федеральное агентство научных организаций, которое владеет всем в Сееран, и они сейчас тоже начали рассылать научные пресс-релизы. Пресс-релиз более-менее вменяемый, нормальный. Там, конечно, есть свои стилистические тонкости, глупости и фигни, этого у всех хватает. Но мы чуть-чуть было не попарились на эту историю. Приходит пресс-релиз. Вот ученые из Санкт-Петербургского университета достигли офигительного прорыва в лечении травм спинного мозга, научили мышек ходить с перебитым мозгом. И статья в Nature Neuroscience, серьезный журнал, я открываю журнал, все хорошо, действительно, все так и есть. А вечер, совсем вечер, 11 вечера, что ли. А я только вернулся из Чили, извините, пожалуйста, за упоминание этого. Я вернулся из Чили, моя команда уже, ну там, кто-то спит, кто-то, никого нет. Я пишу это самое, вот, статью сам, делаю там, 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 четыре видео, вставляю в сети, делаю большую такую вещь. Слава Богу, мне хватило мозгов, ну, повезло, что я написал, сделал рубрику «Видео дня» его там, вот, мне пишет, и повесил у нас на портале, выкладываю, стать, ну, релиз, тот только что пришел, чтобы успеть, быстрее это. Выкладываю, выкладываю в соцсетях, мне коллеги по нейронатуре, то есть Алексей, вы на портале, у вас у себя, об этом уже писали, и присылает мне ссылку. Я говорю, да, пока я был в Чили, месяц, за месяц до, наши уже написали по этой статье, как бы нормальные, новости. Но они написали, по счастью, они написали новость, тогда еще было без видео. Я писали, ну, это же видео, я уже видео нашел, как бы, вот, извините. А, ну, тогда, да, тогда хорошо. То есть, они написали пресс-релиз через месяц и четыре дня после выхода статьи. Потому что все об этом говорят, релиз научный. Офигеть. Вот, поэтому с наукой, вот с движением науки в СМИ у нас все гораздо лучше, чем было 10 лет назад, но в разы хуже, чем на Западе. С другой стороны, чем хорошо. У нас, как раз, совсем недавно была замечательная дискуссия на эту тему. мы были на, как же это называлось, какой-то круглый стол. Эти круглые столы сейчас очень много, я уже путаю, как они называют и зачем они нужны, не понимаю. Потому что на всех круглых стоях сидят чуваки, иногда я сижу, извините, пожалуйста, все-таки довольны и говорят, мы такие хорошие. Я такой хороший, говорит один, говорит, да. Другой говорит, я тоже хороший. Мы все говорим, как мы хорошие, а вы внимайтесь, слушайте нас и восхищайтесь нами. Полный сигнер. На самом деле, действительно, я не вижу пользы от этих круглых слов, реально, никакой. Потому что у нас сейчас на рынке научной журналистике поближается такой дикий-дикий запад. Причем еще шерифов, и шерифов еще нет. И поэтому все, кто во что гораст, рынок еще не поделил, вообще нет столкновений. И появляются новые СМИ. И вот как раз там, на этом круглом столе были представлены так называемых новых СМИ. То есть там была Курилха Гуценберг, коллекторий. Портал, господи, Илья Абилов, это у нас что? Илья Абилов, это паблик, который называется, а, канал SciOne, и что-то еще у него. А, и Вердайдер. Аккаунт в Ютубе. То есть они переозвучивают и снимают, ну они снимают очень популярные ролики и переозвучивают чужие. Воруют и переозвучивают. Ну, тоже, Дикий-дикий Запад, потому что, к первому, они Тед, 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 Ток, они переозвучивали, а в итоге Тед их забанил на Ютубе, потому что как бы все ворованные. А они говорят, ну что нас забанили-то? Оказывается, что лицензия на Тед, Ток, только у дождя. Есть. В общем, не суть. Таких новых СМИ появляются многие, вот эти новые, они тоже все-таки пафосные, довольные и с пренебрежением относятся к аудитории домохозяек. Если кто-то следил, ты, наверное, следил за моим фейсбуком, тогда написал страшный, обиженный пост на то, что некоторые люди считают, что ориентироваться нужно только на людей до сорока, потому что люди после сорока уже ничего не понимают, ничего не объяснить, и нужно ждать, пока они вымрут. их не просветить уже никак. Правда, после этого выступал Егор Задиреев, замечательный популятор в Нойке, он сказал, что, знаете, мне уже 45, нейропластичность у меня уже нулевая, поэтому не слушайте меня, я несу всякую чушь, мне уже не переубедить. Те, конечно, дружно поражали. Я помню, да. Поэтому что касабельно будущего в науке СМИ, как оно будет проходить, оно будет, сейчас у нас такое бурление, мы не знаем, что из этого вырастет. Может быть, вообще в соцсети победят все и останется только вот там СМИ. Может быть, нет. Может быть, кто-то придет, даст кучу денег и появится вообще мега-мега крутое СМИ, но для этого нужно собрать, будет собрать команду всех, научных журналистов, которые есть в стране. Потому что реально, чтобы создать хорошие, серьезные, полноценные, очень популярные СМИ в Рунете, лучше, чем Н плюс один, чердак, и чтобы она полноценно освещала все, нужна команда человека из 15. Это значит, что нужно собрать всех, кто есть в строю сейчас. Абсолютно всех. Иначе просто сил не хватит. Если у меня когда-нибудь будет несколько миллионов долларов, я это сделаю. Не будет? Ну, попробуем сделать меньше крови. Вот. Очень хотелось бы все-таки сейчас от вас вопросов, потому что тема наука в СМИ настолько размазанная, настолько не... Вот просто что бы вы хотели узнать от меня про... Потому что я в этом 7 тысяч ссылок, да, есть про науку в СМИ. Чего интересно вам там? Да. Я задам вопрос от всех, потому что это спрашивают у меня, я спрашиваю у них, в итоге спрашиваю у всех. Понятно. Я, кажется, я крайний. Завай. Как найти свою нишу? Почему мне надо писать? Где я? Ну, смотри. Как найти свою нишу? Вопрос правильный, но первое. Смотришь, что тебе интересно. Да? То есть вопрос, первое. Твоя ниша должна быть в той области, в которой тебе интересно. Что тебя интересует по-настоящему? Чему ты готов отдать свою жизнь? По крайней мере, большую часть своих суток. Или большую часть. Хорошо, окей. Первое. Второе. Смотришь из этого. А что про это уже написано? Как обычно, вот сейчас, если тебе это интересно, а ты смотришь и начинаешь смотреть, что про это уже написано, ответ будет ничего. Смирешь и пишешь. Вот. Если есть больший выбор, то естественно, нужно прагматичнее выбирать более широкую тему. Там, условно говоря, хотя, если ты сделаешь, ну, есть, есть паблик про тихоходки. Знаете, такие тихоходки прекрасные? Совершенно мимимишные существа. Вот. На тихоходках можно сделать просто огромный рейтинг себе. только после фотки тихоходок. Они мимимишные котиков. Но, опять же, до сих пор никто не сделал паблик или там какой-нибудь сайт про мимивирусы. Есть такие мимивирусы. Они большие, самые огромные вирусы в мире. Вот. А про них столько всего интересного есть. У них есть паразиты. Спутники, паразиты мимивируса называются спутники. Словом, английском словом спутник. позавчера у мимивирусов открыли систему редактирования генома. Такую же, как CRISPRCAS9. То есть за то, что дадут следующим или через год на Дуду Нобелевскую премию по медицине. У мимивирусов она тоже есть. Они такие пушистые, классные. Мимивирусы занимаются с кризисом с кризисом. Их много кем занимаются. Мимивирусы достаточно распространяются. Поэтому тем сделать окей, хрен с ними с мимивирусами. Если хотите вот, сделать и паблик про Сатурн. Сейчас. Папа, я хочу, чтобы ты его спрашивала. Как Сатурн можете читать? Если я будет интереснее читать его в исследовании, скажем, как стратора как написать. А как написать? Интересно? Слушай, вот смотри, вот только что я сейчас редактировал интервью с аспирантом. Девочка работает в Минскенском университете, неважно, где-то в Макс-Планк-индустриот. Она занимается офигительными вещами. Она смотрит, как в режиме реального времени как мозг теряет связи при Альцгеймере. Это безумно интересная тема. Важно, чтобы не рассказать, что аспирант такого-то университета занимается такой-то какого-то рода. Нужно просто если ты рассказываешь про работу аспиранта, это повод рассказать об этой научной теме. А любая научная тема интересна. Вот смотрите, вот Кассиния. Он летает у Сатурна 2004 года. Просто откроем images, да, вот сырые картинки. Ладно, не будем сырые, откроем галерею. Вот. Там такие потрясающие фотки, то есть, правда, вот просто на основе этого сайта, только вот просто используя этот сайт. Можно сделать блок, который будет обновляться ежедневно, у которого будет материала лет на 15 обновлений, и которые будут читать. Потому что берете картинки спутников, видео у Сатурна 62 спутника, безумно красивые картинки. Кассиния совершил больше, вот у них сейчас будет 118-е сближение с Титаном. То есть, 118 просто офигительных открытий. То есть, только вот с Титаном. У него каждый год всего. То есть, там столько всего можно написать, мне просто не хватает сил на это. Я иногда пущу картиночки в Сайенс-блогере про это, или какие-то вещи. Ну да. в Казань. От Казани до Титана очень далеко. Вот. Поэтому кому интересно, кому что интересно, то реально, я могу сейчас здесь сесть и за 15 минут наказать вам 20 тем для блогов, которые будут актуальны, про которые никто не пишет. Мими-вирусом мы уже говорили, Сатурн говорили. Сейчас никто еще не собрал воедино всю информацию про Плутон. То, что вот Нью-Хорайзен в 14 июля пролетел у Плутона, собрал 50 гигов информации, теперь он будет ее два года отправлять на Землю. Там очень медленная связь. И вот пока еще никто не собрал этого, ну не хочет, ну хрен бы с ним. И никто еще не собрал всю эту информацию воедино на одном ресурсе. Нет ее. Ну кроме сайта Нового Горизонта на русском сайте. Нет русского сайта, посвященного Плутону. Сейчас это будет безумно популярная тема. Нет сайта, посвященного технологии, редактированной геному, Криспроказ. То есть нету его. Сайта про генетику нету нормального. Есть более-менее вменяемый сайт про эволюцию человека, антропогенез. Я его не упомянул, к сожалению, антропогенез.ру хороший сайт, который делает соколов, он у вас здесь будет. Поэтому я не сказал, что у вас... А? Ну, у вас будет сейчас соколов здесь, поэтому он сам про него расскажет. Нет ни одного вменяемого сайта про археологию Древней Руси, тем более про археологию Золотой Орды. Вот вот Казань здесь. Нет хорошего сайта про ваши города-спутники археологические. Как они называются? Помните, нет? Археологические города-спутники. Остров. Вот. Нет ни сайта про археологию Булгар, ни сайта про археологию Свияжска. Нет их хороших, вменяемых, популярных. Археология Татарстана, сделайте. Блин, вот сюда здесь сидят ребята. Кто мешает? Да, про археологию Великого Новгорода нет нормальной. Нет сайта про архитектуру Древней Руси хорошего. Это все, что я хотел бы сделать сам. Выберите мне любую тему, я предскажу в любую область десяток тем, про которые нужно сделать специализированный ресурс. Главное, чтобы вам это было интересно. Какие вопросы еще есть? Вы можете привести пример хорошей статьи и пример плохой статьи? Конкретно. Могу. Сейчас. Возьмем тему близкого меня, тему биологии. Опять же, совсем недавнее открытие про болезнь Альцгеймера. Очень хороший заголовок и очень хорошая статья. А? Очень хорошая статья, можете почитать ее. Хорошая, логичная, изложенная со всеми подробностями. Смотрите, члены и каждые все равно понятно, что они тратят научную работу, но в то же время они же говорили с ученым? Они? Нет. Нет? Нет. Это только по научной работе, по релизу, скорее всего, тут нет, релиз и научная работа обязательно, и сама статья в Nature, разумеется. Плохая статья. К сожалению, на биомайкуле бывают плохие статьи. Сейчас я открою просто. Там совсем недавно там было. Я просто недавно видел, чтобы показать. Ну, она неплохая, она так, как не нужно писать. вот эта вот статья. Она, там все правильно в ней, но в ней слишком все вот так не структурировано. То есть, если мы говорим про конкретно вот эти клетки, которые обеспечивают изоляцию, то нужно было про них рассказывать, а не прыгать в нейроглию куда-то еще. Если мы говорим про плохую статью, которая совсем плохая статья, совсем-совсем плохая статья, которая вообще как нельзя будет. Сейчас попробуем на Рео найти. А? Это статья, почему помощники нейронов ползают и прыгают. И, кстати, насколько я понимаю, я эту статью видел совсем недавно, она была хуже, и ребята уже немножко отредактировали. Сейчас я вам найду эту статью. А? Кто этим будет заниматься? У меня на это нет времени, ни у кого на это нет времени. О! Вот она. Вот это вот. зараженных болезнями гибра. Нет источника, нет публикации. в вводке написано, что предложили кардинально новые терапевтические мишени, да, для лечения болезни альгеймера. И какие именно? А дальше мы пытаемся прочесть, и не видим никаких новых мишеней. То есть, я примерно понимаю, что скорее всего там идет речь о кальциевых каналах, в дендритных шипиках, не запоминайте это слово. Но из этой статьи этого непонятно. человек, который писал эту новость, вообще нифига не понимает. Что еще спрашиваете? еще что-то. Да? Эти общинаучие элементы, постнаука, они принадлежат кому? По-разному. Постнаука принадлежит Ивару Максутову лично. Человек который придумал. Элементы, я не знаю, кто там официально владелец, но там есть Миша Волович такой, который, собственно, с его женой их ведут. Возможно, это их собственность. Вот нейротехнологии он будет собственностью, ну, когда вот мы сейчас завершим создание юрлица, ну, чтобы получать деньги, нужно юрлицу, разумеется. Никто не принесет конвертик, скажет вот вам, то тогда им владельца будет наша редакция. Возможно, на паях с Калининградским университетом мы еще не решили. Как это лучше будет сделать. В зависимости от того. Почему? Почему это получается, что на Западе очень заинтересован мужчина в рассказе при достижении работы? Наши тоже заинтересованы. Запрос есть на популяризацию, реально он есть. И его нужно просто выполнять. То есть все эти самые вопросы, есть два вопроса. Первое, создание хорошего контента, то есть хорошего ресурса с хорошими текстами, видео, с понятными, а другой, чтобы потом сделать этот ресурс известным, донести его до всех. Какие-то, по счастью, в интернете инвестиций нужно меньше. Правда, меньше. Более того, если вы удачно попадете в тему, то вы можете наращивать свою аудиторию вообще не тратить на это денег, на рекламу. То есть оно исключительно по ссылке будет расходиться. То есть не каждая статья вашего ресурса будет выстреливать, но можно найти те статьи, которые будут выстреливать, попадать в топ, на них будет нарезать огромное количество людей. Условно говоря, это наш блок истории медицины. Есть несколько тем, которые мы называем смерть замечательных людей, про медицинский диагноз известных людей, от которых они умирали. Вот эти темы всегда выводятся в топ. То есть обычно у нас посещаемость сайта, когда мы регулярно наполняем, у нас блок обновляется три раза в день, тогда нас считают примерно тысячи человек в день. Сейчас у блога две с половиной тысячи френдов в ЖЖ, и две тысячи подписчиков в Фейсбуке. получается аудитория такая, которую нас постоянно смотрят, примерно три тысячи человек из-за пересечения. Но как только нас вносят в топ, у нас пик посещаемости выходит на 40 тысяч в день. Вот так вот, да? Но он естественно пойдет вниз, разумеется, когда из топа вымоется новость. День провисит, может быть, 12 часов. Но чем хорошо, с порталом нейротехнологии такая же историка, когда какая-то интересная ссылка расходит по соцсетям. Сразу идет пик, потом идет на спад, но новое плато, оно чуть выше уже. За это время какое-то количество заинтересованных людей зацепилось за вас, вас добавило в закладки, во фронты, во все остальное. И дальше вы ушли с тысячи в день, возвращайтесь на 1100. Потом и вот такими ступеньками вы постепенно наращиваете ядро аудитории. Главное это ядро потом не терять за счет того, что у вас все равно постоянно что-то обновляют, вас читают. Ну если вы не можете потратить деньги, вам придется тратить время. Одно из двух. Вот просто так не бывает. Никогда и нигде. Для того, чтобы любой ресурс начал жить, начал обрел аудиторию и все такое и нужно время, нужен год, нужно полтора года. И при этом важно, очень важно, можно потратить кучу денег на рекламу. Вопрос. К вам придет куча людей, на это будут деньги выбросены в пустую, вообще в пшик, потому что налетят куча людей и уйдут. Вот деньги потратили, ничего не то есть вы их не зацепили, этих людей. То есть естественный рост аудитории он гораздо качественнее. А мне будет интересно область в социологии. Вы читали книжку Джеймса Лейлова типа Нью-Йоркцев? Интересно вам. И ее написал ученый, он владел ученый. То, что книжку написал ученый вообще ни о чем не говорит. У нас есть прекрасная история заблуждения, такая вещь, как классическая социопсихологическая лженаука, как соционика. Чистая лженаука такая же, как астрология абсолютно. Ничем не отличается, никаких научных публикаций по ней нет в принципе. Но у нас многие считают, ученый же написал. Молодой психолог латвийский или литовский. А какие писали его социологии? Не знаю. Не уверен, что они вообще есть в России. Вот правда не уверен, что они есть. Ну нет, это понятно, Левада-центр, там какого-нибудь ФОМС, ФОМС, понятно. А это все конечно есть. Я имею в виду популярный сайт про социологию, я их не знаю. Но тут я могу вас спросить, я к сожалению социология, политология и к моему глубокому студу я буду извиниться перед вами юриспруденция. Мне не так сильно интересно, как все остальное. А к сожалению, за всем следите, я просто не успеваю. Извините. Жаль. А? Жаль. Ну жаль, да. Мне самому жалко, но к сожалению я зато хорошо астрономию знаю. На одном не могу, лень. 5 хватает тем основных. Вопросы? Да. сейчас за журнал «Геи науки» на блоге написано, что он научно-образовательный. А, который «Сантефик Америка», да? Да. Смотрите, тут история такая странная. Этот журнал делался, но непонятно какие деньги, он делается до сих пор, он был аффилирован с передачи «Очевидно невероятная», которую вел Сергей Петрович копиться. Сейчас вот этого журнала он есть, у него есть еще и портал, который называется «Научная Россия», «Сантефик Раша». Это более-менее вменяемый портал, там более-менее вменяемые новости, но у ребят не хватает ни денег, ни сил. И поэтому там бывают глюки, бывают ошибки. Раньше у них было совершенно отстойное продвижение в соцсетях, потому что портал «Научная Россия» и там публикации в Facebook, «А сегодня день рождения у замечательного американского ученого такого-то». А британцы открыли портал «Научная Россия». Прекрасное продвижение в сети. Ну и основные эти новости. Поэтому у них пока что не говорю про дизайн их он тоже не очень хороший устаревший. просто устаревший. Но у них на мой вкус они просто не понимают что хотят. У них нет цели куда-нибудь. Они есть и есть. Пишем и пишем. «Чердаком» у них есть аудитория, они ориентируются на молодежь, у них есть задание писать про российскую науку, государственное задание. Они его выполняют. Они за это получают деньги от Минобранауки. У Н плюс один есть там другая они ориентируются на снобов. Таких вот людей, которые на всех смотрят свысока. Поплевывают. Это какое там слово сеть, да? Тем более, что слово сети дебут. Да, да. Там это там главный редактор Андрюш Коняев. Он неплохой очень хороший научный журналист, но редчайший сноб. То есть вот редчайший сноб с ним я не знаю ни одного научного журналиста, с которым он не успел или ученого, с которым он бы не успел поругаться. Реально, то есть были случаи, когда он еще работал в Ленчару, редактором отдела науки, ученый писал ему слушайте, ребята, вы там когда писали про мою работу, вы там немножко ошиблись. Да вы ничего не понимаешь в этой работе. Отстань. И рассказывал писатель науки. Но тем не менее, я уважаю очень. Я и Андрю и Андрея уважаю. Портал уже не зря не получили в этом году премию за верность науки от Минобра. Потому что реально они делают очень хорошее дело. Сейчас не то время, когда нужно из-за личного отношения к человеку говорить, что это все остальное плохое. У нас слишком мало. И они молодцы, большие. Ничего не скажу. Еще вопросы? Все? Ну, если вопросов нет, тогда смотрите, какая история. я сейчас уже буду с вами прощаться, в смысле, что я сегодня последнее мое занятие. Я буду очень рад, если вы продолжите. То есть записывалось на школу больше ста человек, ходят около сорока, сейчас уже даже меньше. Вот. Я буду искренне счастлив, если в профессии останется хотя бы два человека из вас. Я буду считать, что это офигительно хороший результат, потому что люди такие, как, скажем, Ира Якученко или Илюш Ферапонтов, появляются в нашей профессии раз в два года. Не чаще. Люди такого калибра. Если кто-то из вас сможет, если каждый из вас потенциально точно может, если кто-то захочет настолько изменить свою жизнь, изменить свою судьбу, и будет настолько любопытен, что это сделает, я буду счастлив, я буду считать, что свою цель здесь выполнил. Этому человеку и всем остальным, кто захочет хоть как-то заниматься научной журналитикой, скажу, всем, чем могу, с советом, рекомендацией и так далее, и тому подобное, вплоть до поиска работы, действительно, если вы будете чего-то из себя представлять, ну, вам для этого нужно не испугаться, потому что правда, история замечательная тем, что я с рассказами о научной журналистике, о научных коммуникациях, не только, я большая часть лекций считаю научной популярной, все-таки про солнце, про все такое, вот, а здесь вот таких вот лекций, после них всегда приходят люди и говорят, Алексей, мы хотим у вас учиться, мы хотим, я хочу быть учеником и так далее, и подобное, там, советов, замечательно, пишите, приходите, давайте общаться дальше, и все но это нужно потом поднять свою задницу что-то написать потом дальше работать дальше нужно и в итоге 95 процентов отваливаются на этапе первого первого письма этом первого сообщения в контакте фейсбуке но реально если человек хочет вот есть простой пример с тем первый раз меньше 2 лет назад Я приехал на школу русского репортера в город Поддубной, в лагерь такой Поддубной. Прочитал лекции, даже не о ночной журналистике, но была лекция про медицину, про будущее медицины. Лекция про радиоактивные изотопы, то есть ничего серьезного. Наконец подошла девушка, вот такими горячими глазами, говорит, вот Алексей, я здорово, я хотел бы у вас учиться. Он уже провожает меня до машины, я быстро ехал домой-обратно, и говорю, окей, хорошо, давай. И человек не отвалился, человек не испугался. Сейчас у этого человека за прошлый год, год, который прошел, 15-й год, вышли бумажные статьи уже в химии жизни, популярной механики в Катя Шрёдингера «Вокруг света». То есть это очень недурственный старт, я не говорю уже про ленту.ру, про то и про софт.ру, что этот человек сейчас мой зам на портале нейротехнологии, исправляет со своими обязанностями блестяще. Так что у всех есть шансы. Мы все-таки создаем сайт. Вперед. Я проверю. Мы есть статей, интернет-сервис, статей, забираем. Я проверю. И вам показывают. Хорошо. Спасибо огромное. Если я скажу, что он еще будет 13 апреля, надо сказать? Есть отличная вероятность, что если буду у вас, не только 13 апреля, возможно, к периоду 13 апреля. И, возможно, я буду здесь с числа 25 апреля. Это зависит от многих вещей. Есть отличная вероятность, что я буду сотрудничать с университетом по научным коммуникациям. Пора еще пока про это говорить. Будет, не будет, так и будет. Но, возможно, здесь будет конференция по элементарно-органической химии, по химии, по супрамолекулярной химии, по химии комплексов гость-хозяин. И, возможно, сюда приедет мой старый знакомый, нобелевский лауреат Джан Мари Лен. Если он сюда приедет, я сюда приеду обязательно, безусловно. А? Ну, вот, приедет Лен, я приеду. По-любому. Потому что это человек того масштаба, с которым нужно общаться, нужно говорить. Я по нему скучаю. Спасибо большое. Жду вас у себя в соцсетях. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok